В имя Отца и Сына и Святого Духа В ближайший воскресный день после памяти митрополита Владимира Киевского празднуется церковью по постановлению Крещенного Синода как день всех новомучеников российских ибо его убили одним из первых еще в восемнадцатом году когда только началось вот это начиналось страшное гонение хотя вот сегодняшний Евангелие повествует нам о том как Господь явился своим ученикам и говорил им сказывая что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человек-грешника и быть распятым и в третий день воскреснуть вот это нам трудно это вместить но есть некоторые такие свойства непреложные и вот у одной свойств церкви начинаем с Рождества Христова когда вся церковь была сосредоточена внутри вот божественного младенца 2000 лет со дня Рождества которого мы празднуем в этом году и он с самого своего рождения уже был гоним матери с приемным отцом пришлось бежать в Египет и как следствие этого было страдание 14 тысяч совершенно невинных младенцев то что зло оно не может остановиться ему нужна пища как огню вот огонь когда горит он не выбирает что вот это памятник искусства какой-то древний а это там пустая солома такая прелая горит все подряд и в этом огне может и человек сгореть и какая-то драгоценная вещь и в то же время и мусор всякий то что в нашей стране случилось случилось за грехи людей прежде всего русских людей потому что их было больше всех остальных много больше и они были люди крещеные они настроили много храмов господь дал богатую землю развивалась совершенно немыслимым бешеным темпом промышленность была самая огромная армия в мире и вообще как бы еще немножко и Россия могла стать действительно первой державой мира был прекрасный флот прекрасно были офицеры много таких неплохих генералов таких личностей настоящих но к сожалению за всей этой такой суетой строительством железных дорог всякими развитием промышленности забыли бог причем так крепко что даже можно диву даваться настолько это все стало как-то обычным для них и долго я тоже так вот ну естественно все люди как-то размышляют как же так могло случиться а теперь уже последние года два уже как-то понял что я вот я вижу как подрастают наши дети которые в приходе выросли которых я знаю там вот младенчики буквально и вижу как они теряют веру в бога как они теряют благочестие как они не хотят ходить в церковь как они не хотят молиться как то что для их родителей было дорого и вот они их так сказать ну прививали ну они впадают в разные тяжкие грехи совершенно спокойно как будто их вообще ничему не учили как будто у них вообще нет никаких понятий о том что можно что нельзя их то что в миру происходит для них становится более привлекательным а когда мир такой активный наступательный соблазнительный в этом миру очень много таких явлений и не только явлений но и людей которые вот в этом пребывают то это является соблазном и конечно многие этим соблазном поддаются кое-кто покается в церковь возвращается кое-кто никогда ну пока никогда потом еще не знают когда-то им будет и 30 лет и 40 может быть что-то но вот пока вот этот процесс идет не во всех конечно детях но известное количество вот и нечто подобное я думаю происходило и тогда ну да вот многие из них посещали воскресные школы и там их учили там закону божию и так сказать читать писать но все это было очень воспринято неглубоко а почему неглубоко ну потому что все-таки дети воспитываются прежде не школы конечно они воспитываются семьей даже еще поуже практически отцом хотя роль матери она очень велика но как вот показывает мое наблюдение определяющая роль все-таки отца вот но отец у нас конечно да вот кроме смеха вызвать ничего не может это обычно больной несчастный пьяный человек вот на всю голову вот и конечно вот это очень трудная такая можно сказать непосильная задача на женщинах лежит и она вот эта задача может выполнить к сожалению только частично но если бы еще не женщина то вообще здесь бы давно уже пустыня была еще на чем-то таком на каком-то таких женских усилиях это все продолжает каким-то образом телепаться но еще по закону таком инерции все-таки огромная страна огромное количество людей огромное количество церквей и так далее и так далее вот все это конечно была такая мощь которой так привыкли какой-нибудь простой пример ну вот мы сейчас основная у нас такая вожделенная валюта это американский доллар а тогда до революции просто на руках у людей было червонное золото даже такое количество вот когда монеты они по рукам ходят они стираются то есть это золото оно обращалось частично в пыль так вот было огромное количество золота на руках не только там у дворян там промышленности а просто у простых крестьян нам вот то богатство которое было сейчас вообще невозможно представить какой-то рабочий какого-то путиловского завода он работая один мог спокойно содержать семью там из восьми детей так сказать и учить их и в люди выводить вообще трудно представить масштаб вообще конечно ходили не в мехах вот но наше теперешнее относительное благополучие оно все-таки за счет детоубийства только происходит а если бы нам поражать детей я не знаю каждый может быть двухсотый мог бы прокормить семью там из восьми девяти человек просто у него не хватит ни ума ни сил ни образования и вообще ничего не хватит в общем а раньше 70% населения России были дети это вообще невозможно себе представить такую ситуацию и вот это все конечно Господь попустил вот эту такую заразу ведь всякая зараза нападает ну как и грипп допустим когда организм ослаблен какая-то горстка большевиков какие-то приехали там из Швейцарии такая небольшая группка и вот сумели они все-таки эту власть перехватить ну то что эта власть валялась просто валялась просто ее не взять это было просто глупо особенно таким людям которые ну всю жизнь профессионально это поставили вот и началась вот эта бойня длилась она не один десяток лет и в этой бойне конечно было уничтожено все лучше это было попущено Богом вот и в церкви тоже начиная с митрополита Владимира это был один из лучших архиереев вот и кончая уже последних которых достреливали уже в конце сороковых годов и вот это прошло страшная такая вот мясорубка по всей стране вот масштабы совершенно астрономические и казалось бы должно было все погибнуть но нет наоборот сейчас мы видим какой-то странный такой период конечно на историю лучше глядеть так издали мы сейчас как бы в гуще событий вообще никто не понимает что происходит там в Богословском институте сделали выкладки и выяснилось что совпадает буквально по годам количество выявленных имен мучеников за веру количеству открытых храмов что эти две такие кривые ну как ползут вверх они совершенно параллельны вот выявляется имя новомучка и появляется новый действующий храм совпадение конечно совпадение но совпадение очень о многом говорит что вот церковь как она стояла на крани сначала Христа потом апостолу потом вот мужей апостольских и так далее до нашего времени она вот этим и живет спрашивают что же такое за кровожадная вещь зачем же так вот это все нужно усвоить неужели не взяли без этого обойти вот в чем тут дело дело вот в этой войне греха и благодати Божьей и причем вот такая вещь вот представим себе на узкой дороге в горах встретились два человека один подлец а другой честный чистый и благородный как вы думаете кто победит скорее всего подлец почему а у него больше в арсенале средств гораздо больше поэтому то что там вот большевизм победил или то что антихрист победит на какое-то время это вещь нормальная потому что нормальный человек обыкновенный среднестатистический пусть и грешный он такую подлость он даже выдумать не сможет какую смогут придумать ну вот ну как вот журналисты они могут ну так вот наврать что просто и даже уже когда в суд подают уже там и невозможно даже ничего вот так все перевернуто доказать и называться информация так же вот и здесь вот извращенное падшее сознание человеческое оно может вот так вот действовать по наущению дьявола что ничего тут с этим не сделаешь но Христос изначало он не ставил себе задачу доказать свою правоту взять себе адвоката защититься призвать себе на помощь легион ангелу нет он отдал себя на смерть потому что все равно каждому человеку и хорошему и плохому надлежит умереть одному от инсульта другому от инфаркта третьему под колесами автомобиля вот четвертому там от чеченской пули и так далее и так далее так сказать вот надлежит каждому человеку умереть одному в своей постели другому так сказать на улице третьему в больнице этого никак не избежать все равно но тем не менее так как в человеке внутри в душе есть ощущение вот это понятие это чувство вечной жизни то жизнь вот такая даже наша земная это ее честь она все равно для человека остается такой важной вещью с которой он ну не хочет никак расставаться и совершенно справедливо смерть воспринимается как аномалия вот а всякая религиозная жизнь она связана с жертвой вот взять любую религиозную систему даже этих кришнаитов взять и то они своим вот этим крокодилом они и то приносят жертвы цветочки там орешки то есть обязательно есть элементы жертвоприношения без этого нельзя потому что не устанавливается никак иначе связь вот казалось бы там каким-то сатанистом зачем людей убивать там животных мучить казалось бы зачем а иначе ничего не происходит божок требует себе жертвы вот и приходится это совершать и так вот любую религиозную систему взять какая только существует там всегда присутствует элемент жертвы это со времен Каина и Авеля они дети Адама когда они же родились уже вне рая и Бог для них был закрыт они не могли просто ходить по саду и так общаться с Богом непосредственно как Адам и чтобы с Богом как-то соедиться им понадобилась жертва и вот уже у одного жертвы была от всего сердца а у другого лукавая так вот в христианстве это тоже присутствует только эта жертва имеет такую окраску наивысшую наивысшую и этой жертвой человек должен стать сам и вот во Христе каждый человек призван к тому чтобы и самому стать священником и самому стать жертвой священником Бога Вышнего так в Писании сказано обращаясь к народу Божьему вы люди взятые в удел вы царское священство и через это человек усыновляется Богом дело вот в чем человек конечно грешный но у него есть воля и вот есть воля на то чтобы оставить грех причем воля такой силы что даже жизнь не жалко вот у человека разные могут быть понятия например там свобода или деньги или любовь там к прекрасной даме но сейчас это уже нету но в прошлом бывало садился рыцарь на коня куда там ехал подвиги совершал она говорила ах и ему свое сердце отдавало ты вот такой победитель это то что ты делал это восхитительно вот ради нее совершал подвиги вот а ради Христа христа что такое сердце дамы по сравнению со Христом с тем чтобы сыну Божьему стать и братом и другом как Христос говорил апостол вы други мои Христос назвал себя сыном человеческим и он в себе хотел бы всех вообще людей на земле усыновить отцу небесного для чего сын он и наследник чтобы люди наследовали небесное царство отца небесного вот зачем но для этого нужна воля вот эта воля направлена на это спасение от греха или нет вот насколько человек любит слово Божие насколько он беззаветно верит насколько хочет соединиться с Богом ну как это проверить на словах любой а вот когда приходится платить смертью или жизнью тогда тут уже совершенно другой разговор возникает вот только так это проявляется вот русская церковь в первой половине двадцатого века засвидетельствовала о том что явились сотни тысяч людей которые ради Христа отдали себя на смерть во всем уподобились Христу вот митрополит Владимир перед тем как его убили он и благословил их этих убийц и молился как Христос за них что господи прости не ведут что творят когда это совершает сын Божий на Голгофе ну это понятное сын Божий совершенный человек а то митрополит Владимир он такой же как и мы грешный и ради Христа вот ему дается такая возможность и он умирает по-христиански умирает он мог бы упасть на колени там обнимать сапоги говорить что вот у нее там бриллианты зарыты ну как-то ну как-то кто бы его за это осудил ну страшно но нет человек воспользуется тем что вот наконец-то жизнь пришла к такому острию когда можно сейчас потерпеть и войдешь в царство и он конечно вошел поэтому ну конечно мы его прославляем и так далее и так далее но он на самом деле жертвы вот так вот чтобы шел-шел-шел человек и вдруг сумел принести себя в жертву такого не бывает к этому к этому всегда нужно готовиться и побеждая соблазны и укрепляя свою волю и молясь и постясь и вообще так сказать с натугой делая то что Господь нам велел в своих заповедей и чего нам как людям грешным конечно делать не хочется все наоборот ну и вообще каждый человек он любое воспитание воспринимает как насилие ну а если вот человека не воспитывать вот не говорить что хорошо что плохо но вот как дети себя ведут когда их вообще не контролируют взрослые они ведут себя не только как обезьяны а они еще могут убить друг друга и вообще способны на любые жестокости поэтому конечно и взрослые люди обязаны так сказать молодежь воспитывать и как-то этому злу который в нас вот этот грех действует в каждом нужно препятствовать так вот смысл вообще всего христианства это чтобы вся жизнь человека христианина крещеного человека это стало жертвой Богу во всем ну конечно ведь что такое жертва ну вот например что такое пожертвовать на храм ну вот достаешь карман там 10 рублей 100 тысячу 500 там кто сколько может и дает что это значит это значит я от себя оторвал и дал так сказать на какие-то там дела там на ремонт храма там или там на детей сирот там не важно по какой статье это пошло на зарплату там священникам на бензин на электричество не это важно важно что вот все взял от себя оторвал но это деньги это часть а жертва должна быть во всем вот дал господь ребенка вот любой человек когда рождается ребенок в семье смотрит на него детей как чудо вот ангел пролетел откуда нежданно негадно непрошенно вот он появился все радуются но он же требует постоянной жертвы надо жертвовать ему время надо жертвовать ему деньги надо жертвовать ему силы надо жертвовать ему внимание и так далее так далее так все дети жертва супруг жертва старики в доме жертва работа жертва молитва вечером и утром жертва пост жертва вся жизнь это жертва Вот надо так ее устроить, чтобы если не жертва, то тогда сплю, то есть вот отдыхаю, а все остальное жертва. И вот это и есть собственно поддное христианство, вплоть до самой смерти. Может она будет естественным путем, так сказать, дожил до определенного возраста, автеросклероз, сосуды сузились, помер. Или там еще каким-то образом. Но тоже важно как и как эта жизнь прожита и во имя чего эта жертва. То, что вот христианин, у него там дети дома, да, и не христианин, у него тоже дома. И этот вроде жертвует, и тот жертвует. А самое главное, во имя чего? То, что можно во имя какой-то идеи. Вот посчитать за 10 лет в стране в нашей, сколько убито людей, молодых, умных, способных, за деньги. Вот они стремились, и многие из них заработали и достигли больших денег. А кто из власти? Вот хотел власти, а его убили. Это тоже жертва. Ну, а какой результат? Смысл. Когда человека убивают, если ради Царства Небесного, он достигает Царства Небесного. А если убивают ради денег, денег-то не достигаешь. Ради власти тоже не достигаешь. Вот вся земная жизнь, все ее задачи, так сказать, они все иллюзорны. Вот смерть, она перечеркивает решение любой задачи. Потому что хоть ты лауреат Нобелевской премии, но если ты покойник, для тебя эта роль не играет. Выбито там на каком-то штукатурке, твое имя или не выбито, там покрашено бронзянкой или нет, вообще для тебя роли не играет. Что там люди про тебя говорят, твоим именем фонда там организовывают. И только жертва во имя Христова, эта жертва имеет не только смысл, а космическое значение. Потому что именно проходит это в вечности. Поэтому вот Господь хочет нас научить именно этой жизни. И Он сам эту жизнь прожил. Сам начинает гонение. Поэтому мы, конечно, ужасаемся жестокостью, совершенно вот инфернальной жестокостью вот этих людей, которые вот большевиками, их, так сказать, последователями, вот этими всеми коммунистами там и так далее, и так далее. Мы совершенно потрясены и скорбно, и жалко. Это понятно, так сказать, по-человечески. Но с другой стороны, в гонении есть неизбежность. В гонении есть величайший смысл. В гонении есть очищение. Вот как война. Так ничего в ней вроде хорошего нет. Война. Но люди убивают друг друга. Но есть ли что-нибудь более богопротивное? Нет. А с другой стороны, ну где есть возможность собою загородить другого? Ну где есть возможность полезть за раненым, его спасти, а чтобы тебя убили? Только на войне. То есть война, с одной стороны, это весь такая гадкая, а с другой стороны, она дает возможность проявить все самое лучшее, что в нем есть. Даже и гонения. Только в гонениях там немножко по-другому. Там практически нету шансов выжить. ты либо идешь на смерть, либо отрекаешься. Другого не даст. Можно так с помощью каких-то уловок немножко, ну как-то это задержать, этот процесс. но никуда от этого не строишься. Вот сейчас тоже многие размышляют, вот антихрист придет, вот число там 666, вот там то, не даст. Недаром эпоха христианства началась с переписи. В наш компьютерный век перепишут всех. И с каждого спросят, и как ему объясняют. И каждый все равно будет делать выбор. Либо мне помирать, либо мне отрекаться. Никак это не обойдешь, когда дел дойдет до очередного такого так сказать события. И бесполезно там что-то какие-то брать там документы, не брать там и так далее, и так далее. Все гораздо серьезнее. Никого никакими уловками не обманем. Все будет очень конкретно. Все очень конкретно. Потому что свой свояка видится издалека. Я как-то рассказывал, когда соученик мой в институте, ну он был коммунист, но это вообще не так важно. Он мне однажды сказал замечательные слова, на всю жизнь запомнил. С такой любовью, глаз пленем такие голубенькие. А ты знаешь, Гея Дмитрий, а ведь таких как ты и Тевецкий, раньше же расстреливали. Я говорю, правильно, откуда ты знаешь? А как ты, я говорю, нас определил? А у вас какая-то в глазах собачья грусть. То есть классовое чутье, оно есть. И тут вот самого себя не обхитришь. А Тевецкий он был сыном священника. Раньше на соколе отец Констанца служил. Вот человек вроде в прекрасном отношении он никакого зла ко мне не питал. Но он понял, что вот мы в церковь входили, так сказать, и вот он уже вот духом вот знаете, что такое надух можно принимать, а можно не принимать. Так вот в этом вся причина. Вот каков ты сам человек, тебя этот наш мир надух принимает или не принимает. Ни в какой лояльности ты там не распишешься. Все будет совершенно по другим совершенно категориям. Не потому, что ты там что-то сказал, подписал, нет, 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 а именно по самому нутру кто-то есть человек. Вот. И каким мы окажемся. Так вот страшный суд, там, гонение, это не то, что происходит вот периодами, это мы можем исторически рассматривать, а это вся наша жизнь. Ведь у каждого человека жизнь начинается в определенный день, времени и года, и продолжается какой-то период. и совпадет ли наша с вами жизнь с какими-то такими страшными событиями или нет? Важно ли это? Да не так важно. Господь каждому свою меру даст и потерпеть всякие соблазны, и нападения, испытания и так далее. И вот как мы будем в этих разных ситуациях вести, исходя из чего? Вот что будет нам рекомен либо наши страсти к чему-то, к деньгам, к еде, еще там, ну не важно, какие там бывают страсти, всем это прекрасно знаем. Или мы будем руководствовать тем, что нам Господь видеть. Либо мы будем действовать из чувства, нормального чувства, здорового, ничего в нем плохого нет, самосохранения. Или наоборот, мы не будем себя жалеть ради Христа. И понятно, что это все внутри совершается в человеке. И понятно, что это не зависит от того, какой он список там прочтет на исповеди или нет. Это же понятно. Огромное количество людей, которые могут тебе любой список прочитать, то вечером домой прийти и своего родственника загрызть почти заживо, запилить, задушить и быть вообще совершенно и деспотом, и скандалистом, и сплетником, чуть не вором. Что угодно может быть. Потому что человеческое сознание оно слишком многопланово. Достоевский говорил, не мешало бы сузить настолько широк человек. Вот. Так вот, какими мы окажемся, сумеем ли мы вот из этого, из этих всех планов и сами для себя избрать. Потому что это не батюшка нас не будет судить никакой, ни мы сами себя, ни какие-то люди. Сам наш собственный выбор. Каждый сам себя лепит, выбирает. Вот нам дано откровение. Вот с переписи населения началась новая эра. Пришел Христос. И каждый человек по отношению к Христу в каком-то положении. вот исходя из чего я живу, действую, из от Христа точка отсчета или еще от чего-то. Вот что есть доминант в моей жизни? Хочешь давай сюда, не хочешь иди туда. Какая разница? Жизнь она все равно вот такая короткая. А вот то, что за ней, это уже зависит от того, как ты ее прожил. Если ты избрал Царство Небесное, если ты себя сумел вот свою жизнь так организовать, чтобы она стала жертва Богу с точки зрения вот как учил этому Христос. Тогда да, в этом есть смысл. Тут одна правда уловочка. Нужно в это верить. Потому что человек может действовать только в режиме веры. Вот представьте себе, человек поступает куда-то в МГИМО, допустим. Ну, у него какие-то планы, ему 17 лет, он себя мыслит уже первым и чрезвычайным там, и в Австралии, там, или в Люксембурге. и вдруг ему кто-то скажет, скажет, какая-нибудь гадалка, знаешь, браток, ты туда не поступай. Вот тебе на роду написано, что тебе никакой карьеры вообще не видать. Хочешь английский учи, хочешь немецкий, хочешь французский, итальянский, какой хочешь, все для тебя. И вот он поверил. Ну, если он поверил, что? Ясно, никакой карьеры не будет. Это вот музыкант играет, он учится в школе, потом в училище, в консерватории, вот он верит, что он сможет стать музыкантом, тогда он станет. А если он не верит, да он и не сядет. То есть без веры даже в таких пустяках, как карьера, тоже вообще невозможно. Поэтому говорят, плохой солдат, который не хочет стать генералом. Тогда вообще смысла нет военной службы, потому что там смысл только в этом продвижении. Нету смысла. Вот так и во Христе. Тут вопросы веры. Вот родился 2000 лет назад младенец в ясных, его мама положила, спеленала веру, что этот младенец был Бог. Каково, да? Как это вообще? уяснить. А каждое его слово еще истина. А еще, что вообще никакой другой истины вообще нет. Все кроме него имеет только относительную и временную ценность. христина. Вот если мы это сумеем вот в наше сердечко это вместить, уверовать и настолько сильно, что это станет движущей силой нашей жизни, вот тогда мы сможем стать христианами. А если нет, то нет. Пожалуйста. Можно и в церковь входит, можно, ну, что хочешь, все делать правильно. но христианство это есть жизнь, а не соблюдение каких-то очень правильных, традиционных, красивых, продуманных, можно сказать, гениальных ритуалов. Нет. Это только вот как насколько ты сумел вообще понять, что в данный исторический момент сегодня в этот час для меня является жертвой ради Христа. Вот что? То ли в фрам пойти, то ли в постель больного посидеть, то ли встать молиться, то ли наоборот не молиться, а лечь спать, чтобы с ума не сойти. Каждый раз надо думать и каждый раз нужно самому решать. Какому-нибудь карманному батюшку здесь, чтобы он сразу на уши сказал, что тебе конкретно в данный момент нужно делать. Многие бы хотели таким путем пойти. Но этого пути нет. Даже в каких-то древних монастырях, где было ежедневное откровение помыслов, никто никогда никого за ручку не водил. Это невозможно. потому что Антоний основал монастырь отшельнический, а уже его духовный сын Феодосий общежителен. Казалось бы, если он его так сказать наставлял ни шагу в сторону, так он бы просто продолжил его дело. А нет, ничего подобного. Он не этому учил. Просто у каждого человека это своя жизнь. И каждый в своей жизни, в своих обстоятельствах, со своим умом, со своим возрастом, со своим полом, со своим состоянием здоровья, со своими талантами или отсутствием таковых, он должен приносить эту жертву. Потому что эта жертва ты сам. И вот что является в этот момент, вот это решить. И еще иметь мужество это совершить. Вот это есть христианство. И вот наши мученики, они им Бог в этом помог. Потому что когда идет такая полоса гонений, это есть эпоха особой милости Божьей. Когда не надо думать. Вот тебе ГПУ, вот тебе НКВД, вот тебе церковь, вот тебе все конкретно. Вот направо пойдешь, голову потеряешь, а налево пойдешь тоже. Вот не беги, а иди. Вот люди шли и прошли тот же путь, что прошел Христос. Нам несколько сложнее, нам надо как бы угадывать, вот в чем воля Божия, как вот здесь лучше поступить, нужно ли это делать или не нужно, или это ошибка. Это конечно труднее, но менее может быть болезненно. Но раз Господь не попускает сейчас гонений в такой форме, они в другой идут. Это совершенно, чтобы мир успокоился или возлюбил Христа, это совершенно невозможно. Такого не было никогда, не надо это думать. гонений были на церковь и в девятнадцатом веке, и в восемнадцатом, и в семнадцатом, это только в России. Они были всегда, вот в любой стране, ну просто русскую историю естественно, как бы немножко лучше знаем, но это и сейчас. И даже если человек приедет в страну, где вообще нету церкви, какая-нибудь маленькая такая странишка, вот, и он там будет один христианин, и никто не будет даже знать, что такое христианство, все равно будет гонить. Все равно, это неизбежно, потому что в глазах собачья грусть, все равно мир, он узнает, что что-то тут не то, потому что ты не такой, как все, что это ты не делаешь так, как в Содоме и Гаморе, потому что везде Содом и Гаморе, а ты что тут из себя там корчишь. потому что попробуй, когда все пьют за столом, попробуй, не пей, да что ты, да бро, давай, да помаленький, да на пасашок, да на то, на все, только, ну, невыносимо просто, видно, требовало, и так далее, то есть обязательно в это во все вовлечь, и ты никуда от этого не денешься, и этому противостоять очень трудно, это очень трудно, но вот это возможность противостояния, только и есть христианство, да вот в таком простом, тривиальном и пошлом виде, как это, ну, обычно бывает в нашей жизни, поэтому, с одной стороны, это слава церкви, с одной стороны, это мученики наши, это вот то, на чем стоит, это вот мы стоим здесь в храме, мы получили эту возможность, это благодаря их подвигу, а с другой стороны, с точки зрения такого, ну, человеческого, нормального, все это было, конечно, невыносимый кошмар, который вообще просто пережить, это было невыносимо, но, как говорили люди, которые пережили это, они говорят, вот с Богом ничего не страшно, поэтому и нам надо вот стяжать такую веру, что Господь нас проведет вот этим сложным путем, причем каждого из нас, нужно ему иметь доверие, потому что вот мы часто выражаем такое некоторое маловерие, что мы как-то сумеем быть обмануты, и так далее, нас тот это там перехитрит, нет-нет, Господь никому не попускает соблазна больше, чем человек может вообще устоять, поэтому в этом смысле мы должны быть спокойны, Господь ничего худого нам не желает, но требует подвига и веры, поэтому будем стараться то малое, что нам предлежит, за молитвы святых мучаем, совершать аминь, и они пой upstream Продолжение следует...